Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. До начала купального сезона меньше месяца. Что предлагают туристу центральные пляжи, поинтересовался сегодня глава города. В Сочи осталось тысяча объектов, не подключенных к канализации. Кто допускает их появление, глава курорта разбирался на планерке. В Сочи летом оптимизируют сеть общественного транспорта. Часть дублирующих маршрутов будет отменена. Реквизит церемонии открытия Олимпиады можно купить на аукционе. Его проведет администрация Краснодарского края. Кубань никогда не была и не собирается входить в состав Украины. Об этом заявил Вениамин Кондратьев в ответ на требования министра инфраструктуры соседней республики. Владимир Амелян накануне в интервью журналистам рассказал, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после возвращения Кубани под контроль Киева. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, губернатор Краснодарского края предложил направить украинскому чиновнику партию учебников по истории и географии. Мы должны настолько вместе сплотиться, чтобы никто сюда не заполз и даже не думал и даже не рассуждал на эту тему, что Кубань при каких-то там страшных снах даже может стать украинской. Никогда она не была и не будет. Если там дефицит продуктов питания или сельхозпродукции, это не значит, что этот дефицит нужно решать за счет Кубани. И когда Екатерина II жаловала землю запорожским казакам для создания российскую землю, создания казачьих куреней, она не брала в расчет потребности, не существующие еще на тот период Украины. А сегодня на чужой крова и рот не раздевает. Знаете, как говорится. Эту новость Вениамин Кондратьев прокомментировал во время рабочего визита в Белогринский район. Глава региона оценил реализацию инвестпроектов муниципалитета. Так, например, сейчас там строят терминал по перегрузке зерна. Всего же за прошлый год в развитие Белогринского района бизнесмены вложили более миллиарда рублей. Как отразилась такая сумма на жизни местных жителей, расскажут наши краснодарские коллеги. Пшеница, ячмень, горох, соя, подсолнечник. Прежде чем попасть к поставщику или на продажу, каждая семечка проходит несколько этапов проверки. Сырье чистят, сортируют, отделяют по весу и форме на этом уникальном оборудовании, аналогов которого в России нет, рассказывает губернатор Вениамину Кондратьеву. Реконструкции занялись пару лет назад, после того, как подписали соглашение на Сочинском форуме. Стоимость проекта обошлась в 150 миллионов рублей. Сегодня завод обеспечивает семенами не только сельхозорганизации Кубани, но и соседние регионы. Производительность порядка 10 тонн в час готовых семян. И по качеству они нисколько не уступают иностранным. Иностранные семена, они не такие качественные. То есть мы не знаем, где за рубежом, где их делали, в какой третьей стране третьего мира или где-то. А здесь наши спортсмены знают, что вот здесь завод, вот здесь семена, вот ответственность. Некачественные семена могут дорого обойтись сегодняшнему нашему недобросовестному поставщику семян. Поэтому любой сегодня сельхозтоваропроизводитель заинтересован в том, чтобы семена были отечественные. И мы заинтересованы в таких сегодня поставщиках семян, которые могут нашему сельхозтоваропроизводителю их дать. Обеспечить и себя, и в целом сегодня, как минимум, нашу регион. Вот здесь, Андрей Николаевич, надо все-таки подумать, как нам пути по такому пойти. Вместе с экономикой районной власти строят и будущее для подрастающего поколения. Для мальчишек и девчонок открыли многофункциональную спортивную игровую площадку. Сегодня покрытие на ней опробовали начинающие футболисты. Условия, созданные и для баскетболистов. Не забыли и про любителя воркаута. Вениамин Кондратьев каждому спортсмену пожимает руку и интересуется, как проходит занятие и как живется подросткам на селе. Мальчишки наперебой рассказывают о своих успехах и о том, что за последние несколько лет их малая родина значительно изменилась. Вчера какой день отпраздновали? День Дома. Правильно. Великое прошлое нашей страны – это заслуга наших дедушек и прадедушек. А вот на наших плечах не менее великое ее будущее. И вот какое будет будущее и у нас в том числе. Ребята, целиком, целиком зависит от нас и от вас. Так? Да! Напротив площадки красуется новый дом. Уже и тем летом сюда въедут первые жильцы. Основные работы завершены. Строители уже приступили к внутренней отделке помещения. Почти законченный проект показывает губернатор Вениамину Кондратьеву. Квартиры построили специально для врачей и учителей. Этих специалистов в Белой Глине не хватает, рассказывает глава района. И чтобы привлечь кадры на село, местный бизнесмен построил дом. На строительство потратили около 45 миллионов рублей. Из этих квартир 20 мы отдаем больнице. И учителям, где это оставляю себе. Но если учителя поедут достойные, ну тест сделаем, доктора поедут, еще будем строить, все равно работникам будем строить. Это очень хороший пример, когда власть и бизнес нашли партнерские взаимоотношения. Понятно, бизнес помогает власти только потому, что власть создает условия для бизнеса. Все, коллеги, вот это и есть результат, который мы сегодня видим. Квартиры для учителей, квартиры для врачей, ремонт школы. При условии, конечно, власть поддерживает в рамках своей компетенции и возможности бизнеса. По многим вопросам Белая Глина опережает даже самые ближайшие муниципалитеты Кубанской столицы. По привлечению инвестиций, казалось бы, отдаленный небольшой район на втором месте. Но стремительное развитие должны почувствовать прежде всего местные жители. Если работники крупных сельхозпредприятий уже успели это ощутить, хотя бы по своей зарплате более чем в 35 тысяч рублей, то на ежемесячном доходе медперсонала это никак не отразилось. По зарплате все-таки 15 тысяч рублей, 15,485. Конечно, все-таки это маловато. Врач тоже человек, у него есть семья, и на эту зарплату сложно будет прожить. В среднем по краю на 20 тысяч, 21, где 25 доходит. Все-таки здесь надо тоже подумать, Александр Николаевич, как зарплату врачу поднять. Ну, я думаю, если мы еще поднапривемся, в плане чего? Сегодня у нас 22 миллиона долгов по срочной кредиторской задолженности. То есть она снижается. Если еще главный врач, он поручил это поручение, дальше будет работать в плане оптимизации снижения долгов, то мы придем в конечном счете к нулю, и тогда мы сможем уже разговаривать о том, чтобы и больше развивать сеть здравоохранения и увеличение заработных плат. А сегодня я полностью согласен, что у младшего медперсонала зарплаты очень низкие. Все-таки постарайтесь подойти к вопросу, как к собственному. Поднимите хотя бы зарплату медицинского персонала до среднекраевой. Это очень важно. Это просто необходимо. Жизненно необходимо. Давайте это в нужном месте посмотрим. Но я думаю, что при вашем отходе это удастся сделать. Сегодня Белоглинский район делает первые на уверенные шаги на пути к экономическому росту, резюмирует Вениамин Кондратьев. Местные власти сделали ставку на своих внутренних инвесторов, и уже видны результаты. Бизнесмены вложили в развитие родных поселков и станиц около 3 миллиардов рублей. Это 11 различных проектов. А значит, как заверяют сами предприниматели, уже в следующем году район должен заметно преобразиться. Елена Касавова, Мария Крошина, Денис Маскаленко, Денис Перец, Кубань-24, Белоглинский район. 600 миллионов на восстановление истории и судьбу кинотеатра «Аврора» решали сегодня в Краснодаре. Глава региона Вениамин Кондратьев вместе с мэром города осмотрел кинотеатр, который уже несколько лет находится на реконструкции. Вениамин Кондратьев отметил, что здание, которое является визитной карточкой города, сегодня разрушается на глазах. Перед городской властью губернатор ставит конкретную задачу – определить четкие сроки окончания ремонтных работ. От «Авроры» можно сказать, что ничего не осталось. Остался только остров, который еще чудом стоит. Еще чуть-чуть и этого острова тоже не будет. Легендарный кинотеатр, который был на открытках Шаснодара. А сегодня даже стыдно мимо него пройти, не то что подойти к нему. Мы сегодня должны понимать, что «Аврора» должна служить горожанам. И ни о каком коммерческом использовании «Авроры» быть не может. Я еще раз подчеркиваю, здесь не может быть ни бутика, ни дорогого магазина, ни ресторана. Это будет кинотеатр, который принадлежал городу и горожанам. И будет принадлежать. Вениамин Кондратьев также отметил, что наказаны должны быть нерадивые подрядчики, которые довели историческое здание до полуразрушенного состояния. До начала высокого сезона осталось меньше месяца. А сегодня глава Сочи прошел по набережной, чтобы лично убедиться, как выполняются его поручения и какие работы ведут арендаторы пляжей. Обход Анатолий Пахомов начал с Южного мола. Здесь сейчас ведутся работы по укладке новой брусчатки. Ее заменят вплоть до территории маяка. К самому пляжу «Маяк» тоже есть вопросы. Арендатор компания «Солидус» необходимой работы по отсыпке и подготовке пляжей к летнему сезону пока не выполнил. Пляж «Маяк» еще с 90-х годов стал торговым рядом. Магазинные кафе устанавливались временно, но остались надолго. От такого наследия курорту просто необходимо избавиться, подчеркивает Анатолий Пахомов. Доступ к морю должен быть открытым. Администрации еще в прошлом году были разработаны эскизы по благоустройству этой территории. Однако некоторые арендаторы к предложениям властей отнеслись халатно. Вместо того, чтобы засыпать галькой пляж, отсыпали ею прогулочную зону. А к шезлонгам и зонтам добавили кафе и стационарные торговые точки, которые проектному плану никак не соответствуют. «Любой этот проект, потому что здесь должен быть климатопавильон, здесь должны быть туалеты, душевые, ну то есть все, что нужно, то, что сегодня они выставляют, раздевалки здесь должны быть. Но вместо вот этих раздевалок и магазинов для, скажем, магазинов, но для пляжного инвентаря. У нас появился просто торговый ряд, который закрыл море». Похожая картина на пляжной территории отеля «Пулман». Помимо шезлонгов много дополнительных конструкций – кафе, медпункт, душевые и ресепшн. А вот сам пляж пока не отсыпан. Теперь предпринимателям нужно снести часть объектов и благоустроить прибрежную зону. Претензии у главы города и к заместителю, курирующему эти вопросы. Недочеты, которые должны были решиться еще несколько лет назад, до сих пор требуют внимания. Так, например, пляж Эдем по-прежнему за забором, несмотря на то, что территория муниципальная. «Пляж должен быть открыт, он закрыт. Давал поручения в конце прошлого года и Ясюку, и Управлению градостроительства о том, чтобы подготовили, открыли как сервитут. Это тоже наши полномочия. Но сегодня слышу от своих помощников о том, что вот там что-то не зарегистрировано, что-то не доделано. Но приму меры. Самое, что ни на есть, строгие. Все работы нужно закончить в ближайшее время, ведь пляжный сезон уже не за горами. Он стартует 28 мая. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и жесткий разговор относительно освобождения набережной от торговых объектов продолжился на планерном совещании. Оно было посвящено предстоящему открытию летнего курортного сезона. Как и обещал глава города, во время обхода ответственные за то, что доступ к морю преграждают либо ларьки, либо заборы, будут строго наказаны. Я дал поручение в июне месяце принясти меры к сносу к сезону 2017 года. Правильно? Нет. Почему не сделано? Глава города в очередной раз напоминает главный инвестор-турист, и в Сочи надо для него создавать все условия. Еще одна острая тема, которая требует не рассуждений, а четкости в работе – это чистое море. Несмотря на то, что на курорте на протяжении трех лет проводится масштабная работа по пресечению незаконных сбросов сточных вод, до сих пор выявляются объекты-нарушители. В их числе не только дома, но и гостиницы, и рестораны. И тут Анатолий Пахомов требует жесткости от всех контролирующих структур и в первую очередь от Сочи-Водоканала. Вещи нужно своими именами назвать. Если есть Роспотребнадзор, он должен выявить факт. Поставить свои. Я требую, чтобы буквально по всему центральному району на всех выходах, не в море, а на выходах, сделали немедленно экспертизы. И по этим экспертизам надо подавать суд. В администрации города подчеркивают, что эффективная работа по ликвидации неочищенных стоков – это зона прямой ответственности водоканала, которая выдает гражданам техусловия на водоснабжение и канализование. Но за использованием этих техусловий не следит. В итоге воду жители на вполне законных основаниях получают, а на канализование попросту экономят. Мы же нашли, что это замок двинец-брасывает. В рамках мониторинга негативного воздействия на окружающую среду в Сочи действует несколько рабочих групп. За четыре месяца только в Хостинском районе выявлен 81 объект, сбрасывающий стоки в Ливневке. И эта работа будет продолжена. А в целом по городу с 2015 года выявлено порядка 13 тысяч объектов, которые загрязняли водоемы. Более 12 тысяч из них уже устранили нарушения. Впрочем, регулярные рейды выявляют все новых и новых нарушителей. Поэтому работа будет продолжена до полного решения проблемы. 12 мая воды не будет в части Адлерского и Хостинского районов. Это связано с ремонтом водоводов. С 9 утра до 8 вечера без холодного водоснабжения останутся потребители на улицах Демократическая, Интернациональная, Бестужева, Переулка Бестужева, улица Цветочная, Голубая, Южных культур, Луговая, Станиславского, Ленина, район гипермаркета Магнит, Приреченская, Тюльпанов, Гиацинтов, Луначарского, Красная горка, Нагорный тупик, Саратовская и Переулок Саратовский. Также с 10 до 17 часов из-за ремонта водовода на улице Видовой без воды останутся улицы Видовая, Профсоюзная, Котельная номер 12, Переулок Буковый, Садовые товарищества «Советский войн» и Кипарис. В Сочи летом оптимизируют сеть общественного транспорта. Часть дублирующих маршрутов будет отменена. Несколько из них наиболее востребованных у жителей будут разыграны среди коммерческих перевозчиков. Так, тендеры будут объявлены на маршруты номер 202, 214, 217 и 220. Еще часть маршрутов, у которых есть достаточное количество дублирующих рейсов, будут сокращены. Номера маршрутов и их название вы сейчас видите на экране. Конечные остановки у большинства дублирующих и сокращаемых номеров автобусов совпадают. Отличается маршрут движения. Но все социальные объекты остаются в пешей доступности от остановок общественного транспорта. Также сокращается маршрут номер 18. Ранее он был сезонным, но сейчас, как показали исследования, необходимость в нем отпала полностью. Новая маршрутная сеть на курорте начнет действовать с 1 июля. Сочи примет Международный форум по безопасности продуктов. С 18 по 19 мая на курорте пройдет конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска». Предполагается, что форум соберет более 250 представителей 30 стран мира. Это первый международный форум в России, в котором будут участвовать ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Они обсудят результаты последних научных исследований, межсекторное и международное сотрудничество. В таких областях, как, например, противодействие фальсификации продуктов питания. Особое внимание будет уделено актуальной проблеме наличия антибиотиков в продуктах питания. Будут рассмотрены и вопросы, связанные с развитием продовольственной безопасности, сообщает Роспотребнадзор. В Сочи сегодня открылся Международный форум русистов. Подобное мероприятие проходит в городе впервые. В Сочи собрались филологи со всей страны и мира, в том числе и из Австрии, Германии, Хорватии и Казахстана. Много зарубежных ученых участвуют в форуме заочно. Прислали в адрес организаторов свои научные труды. В ходе форума русисты будут обсуждать целый круг важных тем. Одна из них – это формирование речемыслительной культуры. Вопрос весьма актуальный в век развития интернета и обмена короткими сообщениями, отмечают филологи. Сегодня крайне важно прививать речевую культуру и учить грамотно использовать родной язык. То есть Сочи по праву может претендовать на звание вот такого центра русистики, русской филологии и формирования профессиональной языковой личности. Эта проблема речемыслительной культуры, она очень важна, конечно, не только филологам, а представителям абсолютно всех специальностей, направлений, профилей, всем образованным людям. Отдельно в рамках форума филологи обсудят творчество русскоязычных писателей, покинувших Россию в 80-е и 90-е годы 20-го века. Завершится первый международный форум русистов 14 мая. В Сочи многодетным семьям помогут решить юридические вопросы. Накануне празднования Международного дня семьи Государственное юридическое бюро Краснодарского края проведет в Сочи день открытых дверей. Бесплатную юридическую помощь многодетные семьи бесплатно смогут получить 15 мая с 9 до 17 часов. В Сочи филиал бюро расположен по адресу Курортный проспект, 53, кабинет 8. Телефон для справок 8-988-312-77-88. Семьям, имеющим трех и более детей, помогут составить документы правового характера, дадут устные и письменные консультации. Реквизит церемонии открытия Олимпиады 2014 можно купить на аукционе. Необычные торги проведет администрация Краснодарского края. На торги, которые пройдут в июне, будет выставлена часть реквизита церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает Фонд государственного имущества Краснодарского края. Центральное место среди лотов займут автомобили «Стиляк» – розовый и белый «Запорожцы». Вдвижение машины приводится с помощью встроенных электромобилей. Стартовая стоимость олимпийских «Запорожцев» на торгах составит 163 тысячи рублей. На аукцион также будет выставлена модель лодки с веслами, участвовавшая в открытии Олимпиады, и книжный остров с большой книгой и письменными столами, который был частью церемоний закрытия. Во время торгов можно будет приобрести и часть оформления церемоний паралимпийских игр – огромные разноцветные блоки «Тетрис». Стоимость каждого из них стартует от 3 268 рублей. Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok